Да, конечно. Ну вот у меня такой вопрос, вот я, у меня на марафоне моя знакомая у вас, и она мне рассказывала сегодня очень много про вас, да, и у меня такой вопрос, а если у меня, например, большой вес, и прыгает давление, и сахар, и щитовидная железа, я пью тироксин 100 гормон, и нету желчного пузыря, удалили его, операция была в 97 году. Как мне вступить в марафон с большим весом быстро, и что вы советуете вот именно мне? Ну, во-первых, нужно принять решение, и недавно у нас был эфир с Ларисой, это Лариса 50-го года рождения, и с 2005 года у неё нет желчного пузыря, и она очень комфортно и достаточно на длительное время выходит в сухие дни. Самое главное – это, наверное, плавно заходить в сухие дни, и очень важно прорабатывать голову, потому что лишний вес, он от еды, наверное, только на 30%. Всё остальное – это еда, она у нас не жировую прослойку даёт, а она именно даёт вот этот вот наш панцирь, нашу защиту. И если вы это проработаете, если мы это проработаем, то вам будет намного легче… Да, вот спасибо, Автополстар скинул. Вот, и вам будет намного легче разобраться с собой, для чего вам это, потому что всё, что с нами происходит, это нам для чего-то нужно. Если вы это отследите, для чего вам, почему вам комфортно сейчас вот в этом весе, какие вы с этого получаете плюшки, какие вы с этого получаете бонусы, то, конечно же, у вас переформатируется ваше сознание, и вы начнёте искать другие пути решения. Ну, я как бы их ищу давно, эти пути решения, и вот этот вес, конечно, он мне мешает, и я хочу избавиться, у меня при… Рост у меня метр семьдесят два, а вес сто двадцать пять килограмм почти, и поэтому он, конечно, сейчас ещё больше и больше мешает, и поэтому и сахар немножко… Я ещё таблетки не пью, но сахар появился, и, конечно, мешает вес для того, чтобы уже мне шестьдесят один год, и носки трудно одевать, и я смотрю, что дальше активность падает. И я решила, конечно, вот, что с первого ноября я себе сделала такой спортивный режим, десять тысяч шагов, как маленькая зарядка, дыхательная практика, и именно с едой пока не знаю, поэтому я думаю, что я хотела бы услышать у вас, с чего начать. Ну, начать, наверное, всё-таки лучше, если вы говорите о десяти тысячах шагов. Слышно меня? У меня почему-то микрофон отключился. Да, сейчас слышно, Светочка, десяти тысяч шагов. Да, десять тысяч шагов, если вы собираетесь делать, то нужно обязательно это делать в разном темпе. Вот прошли сначала быстрым темпом какое-то время, потом медленным, потом побыстрее, потом медленным, потом ещё быстрее. То есть постоянно, если вы будете менять темп, то ваша лимфатическая система, она запустится намного быстрее. Это говорит о том, что ваши процессы, они запустятся лучше. То, что вы наметили, что нужно ходить обязательно каждый день, это очень хорошо, потому что если мы себе ставим какие-то... Микрофон закрылся, Света. Это не я его выключаю. У меня как-то он почекал. Сейчас я это сделала, потому что я хотела у других ребят выключить и попрыгала строчка. Сейчас была я. И это очень важно, когда вы себе ставите цели, к которым вы идёте, и каждый день, чтобы вы обязательно себе на календарике их отмечали. Когда мы на календарике отмечаем и ставим, например, галочку, кто-то в кружочек обводит, ещё как-то, то это очень влияет на подсознание, что я молодец, я это сделаю, я иду правильным путём. И вы начинаете как бы ненавязчиво сами себя мотивировать. И это очень верно. Что касаемо питания, то я бы вам, наверное, рекомендовала, ну, попробуйте сыроедение хотя бы на какой-то период. Понравится вам, не понравится, потому что там очень много блюд очень вкусных, очень изобильных. И они будут иным образом действовать на вас, то есть у вас в любом случае пойдёт очищение, но оно не будет снижаться, вес постоянно снижаться. Вы тоже должны понимать, что оно будет, оно снизится на какой-то определённый, на определённые сколько-то килограммов, потом он у вас встанет. Это нормальный процесс наш физиологический, но нужно будет понимать, что вам нужно будет, когда вес встаёт, вам нужно будет что-то изменить. Изменить своих физических упражнений, либо что-то убрать, либо добавить, либо что-то, какой-то нюанс внести в ваше питание. Например, там, какое-то несколько дней, либо неделю посидеть на зелёных смузи. То есть есть очень много вариантов. Вам нужно будет выбрать, какой вариант для вас более комфортный. Ну и, конечно, физические упражнения, именно кардиоупражнения, они очень полезны. Но чтобы это были, обязательно не бег, чтобы это был, а именно что-то такое, чтобы вы не напрягали свои суставы. Это обязательно. И, конечно же, как я всем рекомендую, это с утра обязательно подтягивание. Вот как детишки тянутся, вот так вот хорошо-хорошо потянулись три раза, чтобы аж прям искры с глаз. Это очень наши венки, наши сосуды, наши капиллярчики растягивают. И потом опять эластичность наших сосудов, они крайне важны для нашего физического состояния. Благодарю, Светлана, благодарю. Продолжение следует...